В Мурманске ведется активная поддержка молодых и многодетных семей. Программа по улучшению жилищных условий для молодых семей реализуется благодаря поддержке администрации Заполярной столицы и действует с 2006 года. А с 2012 по инициативе мэра города было принято решение о ее расширении. Теперь такую помощь могут получить не только молодые, но и многодетные семьи. В семье Цуркан трое детей и все мальчишки. Самый старший Влад скоро пойдет в школу и понадобится место делать уроки. Младшие братья хоть и маленькие, но играть им тоже где-то надо. Раньше всем приходилось уйтиться в крошечной квартире. Теперь все изменилось. Новенькую квартиру они получили по программе «Молодая семья». Мы выдавали сертификат нам, и вот этот сертификат, потом ипотека, и мы смогли собрать сумму нужного приобретения жилья. Очень хорошая программа, потому что молодым семьям некоторым очень тяжело купить квартиру. И как бы это такая помощь очень большая. У Дмитрия и Светланы пять детей. Раньше Ковалева жили в общежитии. Теперь семья переехала в трехкомнатную квартиру с улучшенной планировкой. Девчонки живут в своей комнате, а Денис – своей. По вечерам дружная семья собирается за столом, пьет чай и обсуждает планы на будущее. Помогла администрация города, нам выдали сертификат для многодетной семьи. У нас получается, что частично нам родственники помогли, мы частично взяли ипотеку в банке, и вот сертификат, который нам выдал администрация города. Это существенная помощь, потому что дети растут, и пространства надо много. Эта программа, она сквозная. То есть существует региональная программа для определенной категории молодых семей, где используются деньги федерального бюджета, областного бюджета, и существует муниципальная программа, которая расширяет и дополняет государственное. И большему количеству молодых семей оказывается такая возможность предоставляется приобретение квартиры в ипотеку. Сегодня жилье, которое строится в Мурманске, предназначено исключительно для переселения жителей из аварийных домов. Поэтому многим семьям приходится покупать квартиры на вторичном рынке. Но скоро построят новый 14-этажный дом на Кольском проспекте, и ситуация изменится. Продолжение следует...